искусственный интеллект, помощник или угроза, в каком направлении развивается и будет развиваться латвийская IT-отрасль и в каких специалистах она нуждается сегодня и завтра. О цифровых вызовах Латвии в целом для государства и для нас в частности мы поговорим с нашим утренним гостем Максим Егоров, глава компании «Шентр» в Латвии и президент фонда ДОС, который организует лампу. Доброе утро. Доброе утро. У всех на слуху неожиданно резкий тон Илона Маска, который предложил и продолжает требовать прекратить на какое-то время, как он сам сказал, поставить на паузу разработки искусственного интеллекта. Но вы, кажется, не видите угроз в лице этого самого синтетического разума. Ну вот есть несколько моментов. Можно предложить остановить это одно дело, а другое дело реально остановить. Это совершенно другая история. Я не думаю, что технологический прогресс можно остановить, да, потому что обязательно будут ученые, группы ученых, компания, которые будут продолжать исследовать вопросы. То есть это неизбежно? Это неизбежно, да. И им нельзя это запретить делать. То есть здесь вопрос тоже как бы такого, если с точки зрения, допустим, там, генетического, редактирования генетического кода, то есть можно запретить, допустим, лабораториям редактировать генетический код людей, то здесь как-то сложно сделать, да, то есть нет каких-то очевидных моментов, почему это надо сделать. То есть мы же не запрещаем, допустим, исследования в ядерном, скажем, направлении, хотя, в принципе, со многих точек зрениях можно было бы об этом думать, да. Поэтому я думаю, это первый момент. То есть запретить можно, а реально ли будет это исполняться нельзя. Второе, мне кажется, что большая часть вещей, с которыми мы сталкиваемся вот в работе с искусственным интеллектом, другими технологиями, они требуют, скажем так, нормальной человеческой реакции, да. То есть очень часто решения проблем, созданных искусственных интеллектов, они в каком-то приближении достаточно, скажем так, простые, да. И мне кажется, что большая часть проблем, которые в обществе возникают, они возникают не из-за того, что у нас нет какого-то огромного решения на полную проблему, а из-за того, что мы даже не применяем, ну, частичного решения, которое нас освободит от большей части проблем. Но иными словами, вы, среди прочего, исключаете возможность того, что спустя какое-то время вместо вашего стола в офисе может стоять квантовый компьютер, из которого управлять всем этим самым будет синтетический разум. Я не исключаю, ну, я не исключаю, что, скажем так, любые профессии подвержены, подвержены, скажем так, атаке с точки зрения искусственного интеллекта, я думаю, что... От главы IT-компании до грузчика? Я думаю, тоже, да. То есть я думаю, что искусственный интеллект будет очень сильно менять, что такое профессия, потому что профессия — это некая условность, да. То есть мы воспринимаем профессию как что-то такое устоявшееся, вот там, вот, вы делаете там что-то, я делаю что-то. В принципе, это там социальная условность, которая определена развитием технологий на данный момент, да. То есть то, что искусственный интеллект точно делает, он будет очень сильно менять вот эти условности, да. Кто, что, где, как вот делает. Давайте будущее поставим на паузу, а пока поговорим здесь и сейчас в эфире «Домской площади» о том, что происходит, в том числе с искусственным интеллектом здесь и сейчас, в Латвии. От первого лица. Кстати, буквально накануне нашего разговора я решил посоветоваться с искусственным интеллектом, о чем, кроме президентских выборов, можно было бы спросить у Эггелса Левитса, не уточняя его должность, на что этот самый синтетический разум, задумавшись, посоветовал мне задать, в частности, такой вопрос, как он, Левитс, готовится к концертам и какие творческие подходы использует во время репетиции. Эггел Левитс появился на мониторе известный латвийский дирижер, несколько раз повторил и точка и. Говорит ли вот этот конфуз о том, что в Латвии синтетическим разумом пока всерьез не занимается, и он пока находится у нас на начальной стадии своего развития? Ну, развитие искусственного интеллекта требует больших средств, очень больших средств. То есть компания, которая выпустила в свет чат GPT, следующее, что она сделала после выпуска третьего чат GPT, они заключили специальный договор о сотрудничестве с компанией Microsoft. Мотивация с точки зрения OpenAI, этой компании, в том, что Microsoft может предоставить неограниченные объемы компьютерного времени. И, соответственно, для такой очень хорошо финансированной компании, как OpenAI, это очень большой вопрос, потому что объемы данных, они неимоверные. И второй вопрос — это сами данные. То есть искусственный интеллект, он как бы на то и искусственный, что он обрабатывает, в принципе, массивы больших данных. То есть он обрабатывает данные, и это как, ну, скажем, человек, который может запомнить все, что он когда-либо видел. При этом как бы это человек, который может прочитать все, что когда-либо было написано. И вот эти данные, они комбинируются в ответы. Соответственно, то, что искусственный интеллект может ответить, оно определяется, с одной стороны, алгоритмом, а с другой стороны, вот этими данными. То есть на данный момент данные, которые скармливаются искусственному интеллекту, это в основном данные англоязычного интернета. То есть это могут быть данные, скажем, в Википедии, это очень распространено, да. Ну и, соответственно, всё, что не покрывается искусственным интеллектом, допустим, французский интернет, да. Потому что французская языковая среда, она достаточно замкнутая. А что говорить о маленькой Латвии? И тем не менее, этот же самый искусственный интеллект уже сегодня начинает ассистировать очень многим компаниям, и крупным, и маленьким, в обслуживании клиентов в интернете. Сочинять сказки вместо писателей и родителей. И даже теснить активно фотографов, предлагая, как мне кажется, очень некачественные художественные фотографии. Сфера его применения здесь, в Латвии, безгранична? Ну, в принципе, сфера применения, она, наверное, везде одинаково безгранична. То есть то, что искусственный интеллект, скорее всего, сделает, он изменит структуру профессии. Потому что на сегодняшний день мы воспринимаем фотографа как определенную профессию. С другой стороны, если мы подумаем о том, кем был фотограф, допустим, 20-30 лет назад, то фотограф был таким прикладным химиком, скорее всего, 20-30 лет назад. Потому что огромная часть работы фотографа была в его способности покорить химический процесс, проявление, закрепление и тому подобное. Ну, то есть сегодня фотограф уже не химик. Это хороший пример, достаточно наглядный. То есть фотограф сегодня уже программист. Потому что для того, чтобы работать с серьезными фоторедактирующими системами, то есть нужно иметь очень хорошее знание, понимание, что, где, как ты сделаешь, как она примерно работает. То есть даже если ты не программист по образованию, если ты успешный фотограф, который умеет обрабатывать снимки, а без этого, наверное, фотографии сегодня сложно, то ты этому учишься. Соответственно, то же самое будет с искусственным интеллектом. И это, наверное, то, на что нам вот стоит обратить внимание всех слушающих. Это то, что искусственный интеллект не отнимет у нас, у вас, у меня работу. Отнимет кто-то, кто научился... Хотя вначале вы сомнения высказали. Ну ладно. Нет, отнимет кто-то, кто научился им пользоваться. То есть навряд ли искусственный интеллект сейчас будет делать какую-то, ну скажем, работу программистов. То есть мы этого не видим. Логично. Кроме искусственного интеллекта, каким еще вызовом здесь и сейчас готовится наша латвийская и мировая IT-индустрии? Ну, я думаю, что в этом году это в основном искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект — это первая большая технология, которая очень сильно может изменить продуктивность самого IT, продуктивность, скажем так, разработчика программного обеспечения. То есть она может заменять где-то процентов 40 от того, что делает на сегодняшний день один разработчик. В мире мы до сих пор, в принципе, сталкиваемся с серьезной недостачей разработческих ресурсов, людей, которые умеют писать код. То есть большой вопрос, что, какой эффект окажет искусственный интеллект. То есть это как бы самое первое. Другой вопрос — это, скажем, распределение программистов по земному шару. То есть точно так же, как геополитическая ситуация влияет на цепочки поставки продуктов, там, допустим, тех же спортивной обуви. То есть точно так же, как компании стараются размещать частично свое производство не только в Китае, но и в других странах, и Азии, и Европы, и, допустим, Латинской Америки. То же самое происходит, в принципе, с такой офисной работой, включая программирование. То есть в дальнейшем спрос на программистов и людей с другими компьютерными навыками будет расти, или и здесь может наступить время, когда в этой сфере возникнет переизбыток рабочих рук и мозгов? Ну, я не думаю, что мы сейчас говорим о переизбытке, но если мне нужно было бы сделать ставку в этом году, вот сегодня я бы сделал ставку на том, что спрос, он, скорее всего, успокоится на данный момент. То есть структура спроса, она не меняется. То есть в мире есть огромный спрос на людей с очень высоким, скажем, профессиональным коэффициентом, то есть знаниями высокого уровня, знаниями, которые, допустим, редкие. На данный момент эти люди могут свои знания продавать по всему миру благодаря интернету. То есть постепенно требования, и, допустим, тот же Илон Маск работает сутками. То есть это, с одной стороны, есть вот такая публика, а, с другой стороны, количество, скажем так, простой работы, которая легко подвергается автоматизации, оно будет прогрессивно уменьшаться. Да, то есть оно... Ну, и, допустим, если мы берем магазины, то то, что нас отделяет от полной автоматизации работы, вот, допустим, продуктового магазина, это одна небольшая операция. То есть на сегодняшний день мы не можем сделать робота, ну, или почти не можем, который может взять помидор и его не помять. Человек может, да? То есть все остальные продукты робот, конечно, разложит лучше, да? А вот это раскладывание таких продуктов, мы этого не можем сделать. Но, скорее всего, в достаточно скором времени мы это сможем сделать, и тогда теоретически, ну, всю работу вот такой вещи, как магазин, можно будет автоматизировать. Не случайно, что молодежь сейчас с удовольствием идет в эту сферу, но, получив диплом, многие жалуются, что без опыта они фактически мало кому нужны. Это какая-то наша латвийская специфика, или это общая ситуация на рынке IT? Это общая ситуация. Я думаю, что в Латвии эта ситуация в разы лучше, чем она в других странах, потому что в Латвии количество IT-специалистов, или инженерных специалистов, которые мы производим, оно, в принципе, минимальное относительно того, что требуется индустрия, и поэтому, в принципе, все компании отработали системы, как можно взять, скажем так, нормально закончившего обучения человека и первые 2-3 года дать ему путевку в жизнь, да? То есть, в принципе, по-английски это называется проблема первого CV, первой записи в CV, да? Именно так. То есть, это есть, я думаю, что это, допустим, на том же радио это есть, да? То есть, нужны способы, как человеку дать возможность войти в индустрию. Я думаю, что в Латвии там... За этими требованиями поспевают наши вузы, школы, университеты? Ну, по нашим расчетам, в Латвии ежегодно надо было бы выпускать порядка трех тысяч выпускников в IT и близлежащей сфере, да? То есть, мы выпускаем 700, ну, там, накидываем тысячу, да? То есть, поэтому мы в три раза меньше выпускаем, чем могли бы, да? То есть, на это можно смотреть по-разному. То есть, иными словами, для вас сегодняшняя ситуация не принципиально, кто работает в вашей компании. Человек с латвийским паспортом здесь или в офисе вашей компании или удаленно, или человек на другом конце света, другой национальности? В Accenture работает порядка 750 тысяч сотрудников по всему миру, да? То есть, наша компания работает в 50 с чем-то странах, доход годовой порядка 45 миллиардов долларов. То есть, это очень большая компания, да? В этом есть огромные плюсы и преимущества тоже для Латвии, потому что это встраивает латвийскую индустрию в цепочку технологическую, общемировую, это очень важно. У нас в Латвии работает достаточно много сотрудников из разных стран мира, там, от Австралии до Аргентины. То есть, в принципе, жить, работать в Латвии, как оказалось, хотят достаточно много людей. И, да, то есть, наша профессия, она, конечно, очень сильно разделена. Географические возможности такие есть. Наш вопрос, наш разговор зацепил слушателей. Домашняя страница LR4, там есть кнопочка написать в студию. И вот, в частности, такой вопрос. Вы говорите о вузах, но есть еще и многочисленные курсы, их полно сейчас. Хватает ли таких знаний, или это только миф, когда человек идет на подобные курсы, тратит свое время, деньги? А в итоге что он получает? Ну, я считаю, что человек может научиться всему, да. И первое, с чем люди сталкиваются в связи с программированием, что есть определенная стереотипизация, да. То есть, одним людям она вроде как бы хорошо поддается программированию, или, допустим, математика у меня хорошая, вроде как бы с техническими какими-то предметами я вроде как бы дружу, но вот программистами я как-то себя не вижу, да. То есть, я думаю, что здесь нужно отделять вот эти вот знания, которые ты получил в школе, от стереотипов, которые у тебя есть у людей. А возраст не помеха? Ну, вот это то, к чему я подхожу. То есть, это профессия, эта профессия, она требует времени, да. То есть, освоить ее может каждый, по моему убеждению, да. Но нужно понимать, что это, как любая другая профессия, это где-то вопрос двух-четырех лет, да. То есть, это некий бакалаврский курс, там, двух-четырех лет, да. Ну, и, соответственно, это можно сделать как бы быстрее, можно сделать медленнее, но точно так же, как мы не хотим, чтобы у нас нашими, я не знаю, зубами занимался зубной техник, который там не знает, 32-й зуб он где, да. То есть, то же самое здесь, да. Ваша компания ежегодно запускает сотни проектов. Сколько у вас сотрудников, вы буквально ошарашили этой цифрой. Какими сегодняшними разработками вы, в прямом смысле этого слова, гордитесь? Ой, да, у нас порядка 400-500 проектов. В этом году? Ну, на каждый момент времени, где-то порядка 400-500 проектов, да. То есть, очень сложно об этом говорить, потому что очень часто мы связаны условиями неразглашения, наши клиенты не хотят, чтобы мы об этом говорили, да. Ну, вот такой интересный проект, который тоже, как мне кажется, касается Латвии, это разработка мобильной аппликации для компании Roche, у которой есть очень активное представительство тоже в Латвии. Это мобильная аппликация или приложение, она позволяет диагностировать динамику множественного склероза. То есть, эта аппликация разработана как сертифицированное устройство для диагностирования, то есть, оно было подвержено таким же проверкам, как подвергается, допустим, рентген в больнице, и она позволяет больному вот с этой проблемой дома следить, как бы, что происходит, что очень важно. Почему? Потому что обычно множественный склероз – это болезнь, естественно, очень неприятная, и доктор может видеть, что происходит с пациентом только тогда, когда он вызывает на визит. А в таких ситуациях доктора стараются не вызывать на визит слишком часто, это означает, что информация достаточно ограниченная, да. То есть, это очень-очень сложная, это математически сложная вещь, потому что... Но очень нужная, и самое главное, что простая в использовании, с точки зрения простого человека, и это тоже дорогого стоит. И у нас времени остается буквально последний вопрос. Я обратил внимание, что пару лет назад в одном из своих интервью вы сказали, что пройдет время, и IT-технологии вернута человек себе. Это время наступило? Ну вот я думаю, что искусственный интеллект – это что-то, что возвращает человека себе. То есть, с одной стороны, искусственный интеллект может много автоматизировать, и мы можем заниматься чем-то, что интересно тем, чем какими-то важными вопросами, которые нас волнуют. А с другой стороны, искусственный интеллект, он же по большому счету отражает наш способ мышления. И когда мы говорим с искусственным интеллектом, мы как бы говорим с человечеством в том виде, в котором мы можем интерпретировать знания человечества на данный момент. То есть, это как бы зеркало такое. То есть, свет мой зеркальце, скажи. Большое спасибо за ваше время. Спасибо вам. За разговор с пределом на будущее. Гостям на Домской площади сегодня утром был глава компании «Экшентр» Максим Егоров. И напомню, что это и другие большие интервью Домской площади. Вы можете также посмотреть позднее на нашем канале в YouTube. Домская площадь. С добрым утром!